МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня. С вами Юлия Адамова. Что произошло в Ульяновской области 23 июля, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Строят новую школу и не только. Алексей Русских посетил с рабочим визитом Старую Майну. В Доме Советов подписали соглашение для общественного наблюдения за выборами в Ульяновской области. Микроскопы и фрезерные станки. Чему научат школьников в новых кванториумах. Лучшие из лучших. Как в Ульяновске проходит летний спартакиада учащихся России по боксу. В Старой Майне строят новую школу и благоустраивают дороги. Губернатор Алексей Русских побывал там с рабочим визитом. Об итогах в материале Ирина Антоновой. В районном поселке Старая Майна началось строительство новой школы. Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Общая сумма финансирования объекта составляет более 495 миллионов рублей. Ход строительных работ проконтролировал губернатор Алексей Русских. Три этажа, 375 мест из школы. Вот в этой части, то что стоим здесь, будет стадион. Да, 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 с этой стороны. Стадион какой будет? Поле будет, да? Да, поле. Поле будет, естественно, там. Ну да. Что там, поле? Да, вот. До 10 декабря этого года запланировано возведение корпуса, устройства кровли, установка окон и наружных дверей. Как сообщила глава администрации Старомаинского района Лариса Чуваева, в этом году в поселке откроется новый МФЦ, а в следующем начнется реконструкция системы водоснабжения в райцентре. Для реализации трех крупных инфраструктурных проектов администрации удалось добиться федеральной поддержки по проекту «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, в этом году планируется отремонтировать более 20 участков дорог в 9 населенных пунктах. Уже часть дорог у нас выполнена работы, но еще пока не принято, потому что мы выполнены благоустройства. Кроме того, хочу сказать, что в этом году мы осуществляем замену въезда в Старую Майну, то есть мы меняем полностью нашу стеллу и световые охоты. Мы обсудили вопрос запланированного автомобиля на дорогу, то есть там на месте получается очень сильно, и поэтому они нам дополнительно ставят четыре световые охоты. Вместе с активом родителей села Прибрежное Старомайнского района глава региона оценила результат ремонта детского сада. Решить проблему с заменой кровли, окон, освещения помог проект поддержки местных инициатив, на что было выделено софинансирование из бюджета. В этом году также поддержаны еще три инициативы жителей района. Это ремонт школ в селах Русский Юрткуль и Большая Кандала, а также Дома культуры в Татарском Урайкино. Во время рабочего визита в район глава региона заодно обсудил с коллективом СПК «Волга» темпы уборки урожая. В Старомайнском районе зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 35 тысяч гектар, пока хлеборобы держат хороший темп. На сегодня, по данным Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, всего по области убрано порядка 300 тысяч тонн урожая. Ирина Антонова, Уллправдотовы. В Доме Советов подписали соглашение между некоммерческими организациями и Общественной палатой региона для наблюдения за выборами в Ульяновской области 8 сентября этого года. Продолжит Кирилл Савосин. В Ульяновской области началась подготовка к единому дню голосования. В Общественной палате региона состояло заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Во время мероприятия региональная общественная палата подписала соглашение с местными НКО и муниципальными общественными палатами, направленные на организацию наблюдения за выборами, которые пройдут в сентябре этого года. И на сегодняшний момент у нас готовы проекты соглашений с двумя муниципальными палатами. Это город Ульяновск и Кузоватовский район, где непосредственно будут проходить до выбора. И с общественными организациями. 8 сентября в Ульяновске состоятся до выбора в городскую думу 6-го созыва. За 9 вакантных мест поборется 51 кандидат. В Кузоватовском районе пройдут повторные и дополнительные выборы в Совет депутатов муниципального образования «Безводовское сельское поселение». Ко дню голосования будет подготовлено порядка 200 наблюдателей. Подготовка будет включать в себя обучение и итоговое тестирование. Мы готовим общественных наблюдателей максимально серьезно, с серьезным подходом. Поэтому можем гарантировать, что то наблюдение, которое будет осуществляться в единый день голосования, пройдет максимально эффективно. Будет обучено порядка 190 человек. Стоит отметить, Институт общественного наблюдения в Ульяновской области работает с 2018 года. И результаты этой работы говорят сами за себя. На прошедших президентских выборах не было зафиксировано ни одного нарушения, что свидетельствует о высокой квалификации наблюдателей и их важной роли в обеспечении честных выборов. Кирилл Савосин, Анатолий Рассухин, Управда ТВ. 24 июля ульяновцев приглашают поучаствовать в донорской акции «Добро у нас в крови». Помочь тем, кто нуждается, можно будет с 8 до 13 в Ульяновске на 3 интернационала 13 дробь 96. Напечатать геометрические фигуры из проволоки, поработать с микроскопом и многое другое смогут ульяновские дети в кванториумах. В регионе сразу несколько образовательных технопарков заработают с нового учебного года. Сейчас помещение еще ремонтируют, а часть оборудования уже закупили. Подробности далее. В технопарке «Кванториум» на базе гимназии номер 24 Ульяновска для желающих закупили электронные микроскопы, фрезерные станки, ноутбуки. Учителя уже прошли специальное обучение и полностью готовы к занятиям с детьми. Часть оборудования еще ждут. Параллельно готовят помещение. Производят автоматически печать, вот этот принтер делает. И, например, просто мы тестировали, вот такой кубик можно сделать из этой проволоки. Вот такой кубик печатается 30 минут. 3D-печать – интересная, но не единственная функция устройства. Помимо создания фигур разных форм, здесь можно сделать гравировку лазером на фанере и пластике или фрезером на дереве. У нас задействовано, значит, 6 кабинетов на втором этаже и рекреации второго этажа для каворкинг-зоны. Специфическая мебель для новых технологий, сама зона отдыха каворкинга, ну и для мастерских и робототехники. Сейчас уже подходит к концу ремонт кабинетов. До 15 августа подготовку пространства технопарка планируют завершить. С 1 августа через госуслуги можно будет записать ребенка на занятия. Даже если он из другой школы. Такие технопарки заработают с осени и в Димитровградской школе. Гимназии номер 13 – Ульяновска. В этом году более 63 миллионов выделено на оборудование технопарков «Кванториумов». Два – это город Ульяновск, один – город Димитровград. Ранее в регионе уже открыли три школьных и два мобильных технопарка. «Кванториумы» в Ульяновской области создают с 2021 года по НАЗ-проекту «Образование». Юлия Адамова, Анатолий Рассохин, Улправда.ТВ Безопасный свет – зеленый. Об этом и многом другом напомнили в детском лагере «Джем» ульяновские госавтоинспекторы. Вместе со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения они повторили с ребятами значение дорожных знаков и сигналы светофора. Рассказали о ловушках, которые могут появиться на проезжей части, о правилах движения по пешеходным переходам. Напомнили также о необходимости использования шлема и защитной экипировки, правилах движения велосипедистов. О важности использования юными пассажирами детских удерживающих устройств при поездке в авто. В конце организаторы подарили детям световозвращатели, которые помогут водителям заблаговременно увидеть пешеходов в темное время суток. Застройщик за решеткой, а деньги возвращают. Бывший директор ООО «Максима» Андрей Сидоров теперь в исправительном учреждении, чего так долго ждали обманутые дольщики. Радует потерпевших и то, что им наконец-то возмещают ущерб. Правда, пока не всем. Подробности далее. Долгое расследование и рассмотрение уголовного дела. Еще в декабре Андрея Сидорова приговорили к лишению свободы на 4 года со штрафом 400 тысяч рублей. Но он подал апелляцию, продолжая доказывать, что абсолютно невиновен. Летом рассмотрение завершили. И приговор вступил в законную силу. Доводы, которые легли в основу приговора суда первой инстанции, были учтены. В данной части приговор был оставлен без изменения. Стоит отметить, что справедливость восторжествовала и в материальном плане. Многие обманутые дольщики ЖК «Молодежный», а их более тысячи, уже получили выплаты, размер которых индексировали. Насколько известно, в настоящий момент выплаты осуществляются в размере средней стоимости за квадратный метр по региону. Соответственно, происходила установленная комиссия оценка данных жилых помещений, которые приобретались непосредственно дольщиками участников длевого строительства. У некоторых, правда, проблемный период продолжается. Связано это в большинстве случаев с тем, что не сохранились документы, подтверждающие покупку. С этими потерпевшими работа продолжается. Если говорить в целом о ситуации в регионе, то Ульяновская область вошла в топ-5 по выплате компенсаций дольщикам. Порядка 1300 обманутых собственников квартир получили компенсации на сумму более 3 миллиардов рублей. Юлия Адамова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ. Жительница Ульяновска стала жертвой мошенников, которые предложили ей и сожителю подзаработать на инвестициях. Предварительно установлено, что сожитель, потерпевший на сайте знакомств, общался с девушкой, которая предложила ему заработать большие деньги с помощью вложений на брокерской платформе. Посоветовавшись, семейная пара согласилась. С ними связался якобы менеджер, по инструкциям которого потерпевшая перечислила в личный кабинет 13 тысяч рублей. И получила дивиденды 2000 рублей. Радуясь прибыли, женщина перевела еще более 1 миллиона рублей, взятых в кредит. Денег мы так и не увидели, вывезти ничего не смогли. Они сказали, что еще не хватает. Но больше никто на это не согласился. Потерпевшая обратилась за помощью к родственникам, которые ей объяснили, что ее и сожителя обманули мошенники. А затем сообщила о злоумышленниках полицейским. В Ульяновске стартовала спартакиада учащихся России по боксу. Торжественная церемония открытия и бои состоялись на площадке Дворца единоборств. С соревнований Александра Никитина. На ринге встретились юные спортсмены из 60 регионов страны. Это, как говорят судьи, лучшие из лучших. Три сотни победителей предыдущих этапов спартакиада учащихся России по боксу. Вопреки убеждению, что лето не сезон для турниров, участники поединков успели подготовиться и настроены на победу. На эти соревнования приехали все сильнейшие спортсмены от федеральных округов. Это только победители. Ребята, которые заняли второй и третий метод, сюда уже не попадают. Поэтому здесь собраны все сильнейшие боксеры России. Наша команда представлена шестью спортсменами. Пять девушек и один парень. Анастасия Паничкина в свои 16 лет может похвастаться большими победами. Выступала на первенстве России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт». Стала финалисткой международных соревнований. Чемпионка настроена решительно. Признается, соперники в боксе серьезнее. Поединок требует предельной концентрации. Тактику боя Анастасия решила выбрать уже после выхода на ринг, опираясь на подготовку соперниц. Со всеми на самом деле по-разному. Ведь ты привык, например, кто-то низкий, кто-то высокий. И ожидать от одного одного, а от высокого, например, другое ты ожидаешь. Всполнение всегда присутствует, потому что если ты не волнуешься, то ты человек, ты не чувствуешь ничего. Когда решается судьба медали за боксерским поединком, вдвойне интереснее наблюдать. Для зрителей это пара часов спортивного зрелища, а для финалистов лишь несколько минут на ринге. Но самых главных и решающих. В этом году к спартакиаде присоединились спортсмены Луганской и Донецкой народных республик. Первый бой в первой паре провела Светлана Яхонтова. Несмотря на легкий мандраж, одержала уверенную победу. Конечно, было тяжело, но собралась. Все провела, бой вроде неплохо. Тяжело, конечно. Эмоции получила. Это как адреналин такой. Завтра, надеюсь, будет легче. Светлане предстоит выйти на ринг еще три раза. В течение шести дней спортсмены будут бороться за победу в 13 высовых категориях. В этом году спартакиада проходит на площадке Ульяновского дворца единоборств. Его построили по нацпроекту «Спорт. Норма жизни». В 2023 году мы его достроили. И сегодня мы имеем честь и возможность принимать основания такого высокого уровня. Для региона бокс является базовым видом спорта, олимпийским, со своими замечательными традициями. Победителя определит судейский состав. Спартакиада завершится 27 июля. Александра Никитиной, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ. 24 июля в Ульяновской области ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем плюс 25 градусов. Ветер северный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Меня зовут Тимур, и я москвич уже как 10 лет. Приезжая в новую страну, мы сталкиваемся с различными трудностями, связанными с отсутствием знаний о правилах жизни и законах в этой стране. Из-за незнания этих законов мы можем попасть в различные трудные ситуации и создавать трудности себе и своим родным. Позволь, я расскажу тебе о правилах и традициях нашего нового места проживания. И сейчас мы поговорим о такой важной теме, как религия. Религий в мире большое множество. И, конечно, в такой огромной стране, как Россия, религия тоже отведено особое и важное место. Но если в вашей стране преобладает ислам, то в России первой религией по численности является христианство. Так сложилось исторически. Но, конечно же, ислам в России – религия незапрещенная. Она здесь занимает почетное второе место по численности. Около 20 миллионов мусульман проживают здесь, а значит, тут есть все условия, чтобы следовать исламу. Соблюдение этих условий и правил позволяет мирно и дружелюбно существовать разным религиям в большой стране. В Российской Федерации кто хочет, может читать намаз, держать пост, ходить в мечети, учиться в исламском университете или медресе. Но нужно посещать официальные мечети или молельные комнаты. И тогда вы легко сможете избежать многих неприятностей и ненужных ситуаций. Особенно не нужно пытаться изменить Конституцию России, ее основной закон, на законы шариата или какой-либо другой закон. Если вы приехали в Россию, нужно принимать и соблюдать ее законы и традиции. Так же, как люди, приезжающие в вашу страну, принимают и соблюдают ваши традиции и обычаи. Точно так же и большой город диктует свои правила, связанные с тем, чтобы создавать обществу максимально спокойные и безопасные условия. В интернете мы видим много роликов, как приезжие мусульмане-мигранты совершают намаз в метро. Это нарушает установленные правила поведения, которые гарантируют людям безопасность. Вы только представьте, что вы и ваши близкие оказались в огромном потоке людей при возникновении угрозы. И эта толпа начинает искать путь к спасению. И именно в этот момент у них на пути находятся молящиеся. Люди спотыкаются, начинается давка, а в итоге трагедия. Но даже без внезапных происшествий, нахождение человека на пути толпы в час пик, когда люди спешат, может привести к давке. А ведь именно для этого в исламе на совершение намаза отводится большой промежуток времени. Летом 4-5 часов, а зимой 2-3 часа. Это дает возможность спланировать в свое время молитвы, не нарушив предписаний религии, не создавая опасности в метро и напряжения в обществе. Если мы обратимся к мудрым предкам, то вспомним, что посланник Аллаха запретил совершать намаз в семи местах. На мусорной куче, на скотобойне, на кладбище, посреди дороги, в бане, у водопоя верблюдов и на крыше Каабы, ибн-Маджа. Как гласит сборник хадисов Риат Ас-Салихин, мусульманин – это тот, кто не причиняет вреда и неудобства другим. Все это показывает, что люди в больших городах не против молитв и не против туристов, а против нарушения принятых правил. Соблюдайте правила и нормы вашего нового дома, и вы избежите никому ненужных неприятностей, недопонимания, споров и, не дай бог, трагедии. Живите в мире со своей верой, уважайте другую веру, ведь уважение к другим показывает, насколько мы следуем заповедям пророка. То же самое относится и к жертвоприношениям животных. В России не принято прилюдно резать барана или совершать приготовление к такому обряду. Более того, подобные действия приравниваются к нарушению общественного порядка, а значит, полиция имеет право вмешаться и привлечь вас к ответственности. И это уже, как мы с вами знаем, может грозить даже депортацией из России и дальнейшим запретом на въезд в страну. И помните, в России любят говорить «На бога надейся, а сам не плашай». Что означает, в первую очередь сам все сделай правильно, не прикрываясь высшей силой, и тогда у тебя самого и у всех вокруг все будет хорошо и все получится. Добро пожаловать в Россию! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok